Всем привет! Сегодня приготовим вот такие вкусные, ароматные, запеченные капустные оладушки. Мы добавим для вкуса еще кабачок и будет вообще великолепно. Посмотрите, какие они нежные, воздушные и сырные. Обязательно нужно готовить, сейчас я расскажу все-все подробно. Первым делом натираем небольшой кабачок на крупной терке. Добавляем немного соли, перемешиваем и даем кабачку постоять. А мы в это время 200 граммов капусты, примерно вот такой вот кусочек, тонко шинкуем. Если у вас капуста молодая, достаточно хорошо ее помять. Если такая, уже осенняя, как у меня, то мы ее приварим минутки 3-4. Воду немного подсолить нужно. Так капуста станет сочной и мягкой. Избавляем ее от лишней влаги и даем совсем немножко остыть. Дальше все очень просто. Отжимаем кабачки. Кстати, если вы готовите этот рецепт зимой, и кабачков вдруг не оказалось в магазине, хотя их зимой тоже продают, но дорого, правда, то можно просто увеличить количество капусты вдвое. Добавляем сюда кабачок, сюда же небольшой пучок петрушки, я уже ее порезала, 2 яйца, 100 граммов сыра, он добавит жирности немножко нашим оладушкам, 2-3 столовые ложки сметаны, черный перчик, соль, пару ложек овсянки, я беру мелкого помола и 5-6 столовых ложек муки. Все хорошо перемешиваем. Забыла, пол чайной ложки разрыхлителя. И вот теперь уже все точно вымешиваем. Густота получается вот примерно такая же, как на обычной оладушке. Она не жидкая, но падает вот прям целой ложкой. Дадим массе постоять минут 20, чтобы набухли овсяные хлопья. Застилаем лист пергаментной бумагой и выкладываем наши оладьи. Выкладывается легко, просто. Можно, конечно, взять, поиграться формочками, если есть желание. Они и так великолепны. Отправляем в духовку и запекаем при температуре 180 градусов минут 20. Ориентируйтесь на свою духовку. Вот такие красавцы у нас получились. Друзья, угощайтесь. Лучше всего выкладывать их и подавать на горячей тарелке, потому что они нежные, воздушные, муки не очень много и они могут опасть. Но на вкусовые качества это не повлияет. Это очень вкусно. Готовьте с другой кухней и приходите в гости завтра. Приготовим еще что-то вкусное.